Есть старая шутка. Ты сколько раз смотрел «Иронию судьбы» или «С легким паром»? 38 раз. Значит, тебе 38 лет. Лично я не могу похвастаться, что пересмотрел «Иронию судьбы» так много раз. Но вот вчера еще один разок посмотрел. Мне в этом фильме нравится все. И романтичная новогодняя история, и протест против серости обыденной жизни, и то, как режиссер Эльдар Рязанов вместе со сценаристом Эмилем Брагинским ехидно посмеиваются над застойной советской действительностью. Одинаковые улицы с одинаковыми домами, где в одинаковых квартирах стоит одинаковая мебель. В типовых городах возводят типовой кинотеатр «Ракета», где можно посмотреть типовой художественный фильм. Ну а этот замечательный диалог врача и учителя звучит так, как будто он был записан вчера. И все-таки у нас с вами, спасибо, самые замечательные профессии, самые нужные. Судя по зарплате, нет. Игра в кошки-мышки с цензурой и высмеивание советских реалий – это замечательная черта комедии эпохи развитого социализма. У того же Рязанова достаточно вспомнить чудесный фильм «Гараж», который просто всегда приводят в пример, если видят любое общественное собрание, даже до наших времен. Или шутку на грани допустимого в самом начале служебного романа. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Вообще, хорошее кино тем замечательно, что оно очень чутко реагирует на настроение в обществе. Например, когда немецкое общество ощутило шок и растерянность от поражения в Первой мировой, в Германии стали снимать много фильмов ужасов. Так же было в Японии после Второй мировой и атомных бомбардировок. Страх неизвестного, беспомощность перед лицом силы, неподвластный обычному человеку – все это перекликалось с чувствами людей, лишенных уверенности в завтрашнем дне. А вот американское кино времен Великой депрессии, напротив, давало зрителям красивые сказки для взрослых, отвлекая их от экономических бедствий. Именно тогда Голливуд стал по-настоящему фабрикой грез. В Италии же кинематографисты в 45-м году сказали «Долой декорации, долой притворства, мы идем с камерой на разбомбленные улицы, чтобы показывать на экране жизнь такой, какой она есть». Так возник итальянский неореализм. Кино может как высмеивать реальность, так и по-своему ее обыгрывать. Кино может давать убежище от невыносимой реальности, или же наоборот, честно и бескомпромиссно показывать ее на экране. Но можно ли с помощью художественного фильма повлиять на реальную жизнь? Поскольку сегодня первый день Нового года, мы не будем так уж напрямую говорить о политике. Но познакомимся с двумя интересными историями о том, как создание фильма стало осознанным политическим действием. Консультировал меня для этого ролика российский историк Роман Джигун. Он, кстати, работает над нашим циклом про Вторую мировую войну, а еще очень историей кино интересуется, поэтому вот сценарий наш. Первая история связана с человеком, который решил с помощью кино предотвратить атомную войну. Это американский режиссер Стэнли Крамер. В конце 50-х, в разгар Холодной войны, ему пришла в голову идея своего рода фильма-предупреждения, который посмотрели бы миллионы людей по обе стороны Железного Занвеса. За основу он взял роман постапокалипсис британского писателя Невеля Шута Норвея на берегу. По сюжету, ядерная война между СССР и США уже свершилась, и человечество погибло. Лишь один последний анклав цивилизации в Австралии остался благодаря своей отдаленности и получил небольшую отсрочку. Но и Австралия тихо дожидается собственной гибели, потому что вот-вот радиация доберется и до нее. Все, что остается последним людям Земли, это наслаждаться последними неделями жизни. Фильм в самом деле снимали в Австралии. После некоторых колебаний помощь в съемках оказал лично премьер-министр Австралии Роберт Мензис. Солнечные австралийские пляжи отлично подходили для того, чтобы показать зрителям, как на самом деле прекрасна жизнь и как глупо уничтожать ее из-за каких-то надуманных идеологических разногласий. Задача у Крамера была нетривиальной. Мало сделать кинокартину кассовой на Западе, нужно еще и осуществить прокат в Восточном Блоке, в СССР. Чтобы привлечь к фильму максимальное внимание у себя на родине, Стэнли Крамер воспользовался стандартным голливудским приемом. Пригласил исполнять роли самых популярных звезд кино того времени. А чтобы добиться проката в СССР, режиссер в фильме намеренно не говорит и никак даже не намекает, кто по сюжету виноват в начале атомной войны, Соединенные Штаты или Советский Союз. В ленте демонстрируется, что это в общем-то не имеет никакого значения. Неважно, кто из них первый нажал на кнопку, на конечный результат это все равно никак не влияет. По сюжету персонажи фильма перед смертью и вовсе приходят к парадоксальному выводу, что войну специально никто не начинал. Наверняка просто автоматика выдала какой-то из сторон ложную информацию о ядерном нападении. А в накаленной обстановке перепроверить ее оказалось некогда. Кстати, невероятно, но тут Стэнли Крамер в точности предсказал реальное событие. Когда-то давно у меня был на канале ролик «Герои не из границы». И там в том числе было о подполковнике советской армии Станиславе Петрове. Человек, который спас мир, его еще называют. А Стэнли Крамер еще за четверть века до этого предупреждал, что такая ситуация может возникнуть. Не зря Стивен Спилберг как-то назвал Крамера невероятно талантливым провидцем. Крамеру удалось осуществить то, что он хотел. 17 декабря 1959 года на всех континентах планеты состоялась одновременная премьера художественного фильма «На берегу». На всех континентах это не преувеличение. В этот день фильм смотрели даже полярники в Антарктиде. В один день по всему миру фильм «На берегу» смотрели политики и дипломаты, мэры и губернаторы, король Швеции и члены японской императорской семьи. Исполнитель главной роли, суперзвезда тогдашнего американского кино Грегори Пэк специально приехал вместе с супругой в Москву. В присутствии посла США и других зарубежных дипломатов, а также иностранных журналистов, он представил ленту многочисленным зрителям, большую часть из которых составили примерно 1200 советских чиновников. Стэнли Крамеру стоило огромных трудов добиться проката в Советском Союзе. Но без этого вся его задумка не имела бы никакого смысла. «На берегу» вышел в широкий советский прокат под названием «На последнем берегу». Фильм оказал большое влияние на творчество братьев Стругацких, которые не раз упоминали его в своих произведениях. В автобиографической книге «Комментарии к пройденному» Борис Стругацкий писал «Фильм нас буквально потряс. Картина последних дней человечества, умирающего, почти уже умершего, медленная навсегда покрываемого радиоактивным туманом, под звуки пронзительно-печальной мелодии танцующая Матильда. Когда мы вышли на веселые солнечные улицы Москвы, я, помнится, признался своему брату, что мне хочется каждого встречного военного в чине полковника и выше лупить с криком «Прекратите! Прекратите немедленно!» Завершался фильм на берегу кадром с большим транспарантом. Время еще есть, братья! По сюжету транспарант остался после последней общей молитвы и означал, что у персонажа еще осталось время помолиться. Но одновременно этот лозунг был обращен к зрителям. У вас есть еще время не допустить того, что мы увидели в фильме. Стэнли Крамер, конечно же, не мог в один миг остановить холодную войну и гонку вооружений. Так или иначе, история Стэнли Крамера – это история о человеке, который в рамках своей профессии режиссера внес большой вклад в недопущение ядерной войны. Он хотел, чтобы вы услышали обе стороны конфликта. Одним махом мир не исправишь. Однако Стэнли Крамер сделал все, что в его силах, и в этом он преуспел. Из Соединенных Штатов перенесемся в Восточный Блок, живший под диктатом Советского Союза. А именно в Польшу, образца 1976 года, где уже три десятилетия правила, поставленная Москвой, коммунистическая власть. В стране тогда был экономический кризис и духовный надлом, связанный с полным разочарованием в политической системе. 20 лет назад, в 1956 году, после жестоких столкновений между протестующими гражданами и польскими военными в городе Познань, к власти пришел Владислав Гамулко. С ним в Польской Народной Республике началась настоящая оттепель. Однако за 14 лет во главе страны Гамулко прошел путь от автора либеральных реформ до настоящего душителя свобод. В 1968 году он жестоко подавил протест студентов и интеллигенции, выдавил из страны почти всех оставшихся евреев, а зимой 70-71 годов давил танками рабочих, которые вышли на митинги на севере страны. Судя по стенограмме телефонного разговора Гамулки и Брежнева, тогда даже Москва была в ужасе от того, что Гамулко приказал пустить танки на пролетариат. На смену Владиславу Гамулке пришел Эдвард Герик. Он понабрал кредитов на Западе и пообещал улучшить жизнь простых поляков. Поначалу все было неплохо. Уровень жизни действительно стал расти. Простые граждане стали обустраиваться, обзаводиться домашней техникой. Но хорошая жизнь в стране продолжалась недолго. Неэффективная плановая экономика от инъекций кредитными средствами эффективной не стала. В 1976 году случился новый кризис. В центре страны рабочие вновь вышли на улицы. Эдвард Герик их жестоко разогнал. На этот раз обошлось без погибших. Но миллионы граждан окончательно во всем разочаровались и впали в уныние. Уже второй раз все их надежды оказались растоптаны. Роль народных психотерапевтов взяли тогда на себя кинематографисты. В Польше киноиндустрия была очень интересно организована. За государственный счет, но при этом автономно от государства, существовали кинообъединения, в которые входили режиссеры и писатели. Политическая цензура была серьезной, но цензуры не вмешивались в сам производственный процесс написание сценария, съемки и монтаж. Цензура смотрела только на конечный результат в виде готового фильма. Благодаря этому в польском кино возникла традиция обхода цензуры через метафоры и полунамеки. С 1976 по 1981 год в Польской Народной Республике существовал удивительный феномен под названием кино морального беспокойства. Тут речь, конечно, не об одном фильме и не об одном режиссере. Такие мастера кино, как Кшиштоф Кислевский, Кшиштоф Зануси и Анджей Вайда, начали настоящую борьбу против диктаторского режима. Не прямым текстом, но с помощью эзопового языка. С помощью аллегорий, подтекстов и даже подтекстов внутри подтекстов. Кшиштоф Зануси снял фильм «Защитные цвета» про выездную летнюю школу для молодых филологов. Казалось бы, никакой крамолы. Это просто драматическое кино про психологический конфликт двух ученых. Один этакий Мефистофель, а другой похож на Фауста. Вроде никакой политики. Да вот только сама летняя школа, показанная на экране, это одна сплошная аллюзия на неэффективное и несправедливое государство. Даже начальник этой школы ездит на Черной Волге. А она в тогдашних польских фильмах символизировала диктаторскую власть. Получаются фильмы со вторым, а иногда даже с третьим дном. Доходит до смешного. Режиссер берет у коммунистической власти деньги на какую-то производственную драму, например, про строительство промышленного комбината. А потом действительно снимает фильм про строительство промышленного комбината. Только с полунамеками и подмигиванием аудитории. Формальной цензуре придраться не к чему. А зрители видят вполне антиправительственный фильм. У Кшиштова Кислевского даже есть фильм, где он иронизировал над вообще всей этой ситуацией. Кинолюбитель 79-го года. По сюжету молодой рабочий долго копит со своей небольшой зарплатой и покупает любительскую кинокамеру. Он смотрит на родное предприятие и рабочий городок через объектив камеры и начинает видеть массу недостатков. И запечатлевать их на пленку. А директор фабрики, вместо того, чтобы прижучить героя, сам же и покупает ему новые пленки и даже дает помещение для проявки и монтажа. Со своим кино морального беспокойства польские режиссеры мало-помалу шажок за шажком отодвигали границы дозволенного. Полунамеки превращались в намеки и так далее. В это время вся Польша в больших городах и даже в глухой провинции начинает объединяться в киноклубы. Люди массово собираются, чтобы посмотреть фильм, а потом расшифровать его. Понять, что именно с помощью образно-символического языка хотел сказать автор. Причем это был процесс обоюдный. Чем более дотошно зрители начинали искать в фильмах потайные смыслы, тем больше таких смыслов режиссеры начинали закладывать в свои работы. Кинематографисты снимали в то время достаточно депрессивные фильмы, отвечавшие тогда настроениям аудитории. Но в этом кино тихонько подсказывался рецепт того, как изменить жизнь в государстве. Коммунистической властью в ту пору были недовольны как интеллигенция, так и огромное число рабочих, у которых снижались реальные доходы, зато росли нормы по выпуску произведенной продукции. И не случайно в польских фильмах регулярно возникает тема дружбы рабочего и интеллигента. Скрытый посыл ясен, объединяться надо. У одних есть физическая сила, а у других есть понимание, куда ее направить. До этого протестовали порознь, поэтому власть и давила. А если солидаризироваться, то уже не задавят. Между тем в Польше нарастали экономические проблемы, росли цены на продовольствие. 14 августа 1980 года на гданьской судоверфи имени Ленина началась забастовка. От судоверфи забастовка перекинулась на другие предприятия Гданьска, а от Гданьска на другие польские города. Во главе с электриком Лехом Валенцией возник межзаводской забастовочный комитет. Из него вскоре выросло независимое политическое движение «Солидарность», в которое вошли миллионы людей, как физического, так и умственного труда. В дни протестов на гданьскую судоверфь имени Ленина приехал мэтр польского кинематографа Анджей Вайда. Он решил снимать открыто оппозиционный фильм «Человек из железа», в продолжении своей же ленты «Человек из мрамора», которая тоже была смелой для своего времени. Власть, оказавшись лицом к лицу с беспрецедентными протестами, ничего не смогла с этим поделать. Правительство Польской Народной Республики сначала было вынуждено удовлетворить 21 требование рабочих Гданьска, подписав соглашение с Лехом Валенцией, а потом правительство просто испугалось запрещать оппозиционный фильм Анджея Вайде, который без преувеличения ждала вся страна. Когда «Человек из железа» вышел в прокат, кинотеатром выстроились огромные очереди. Люди начинали самоорганизовываться прямо в этих очередях. Но победа оппозиции оказалась тогда неокончательной. 13 декабря 1981 года новый глава государства, генерал Войцах Ярузельский, ввел в Польшу военное положение. В тот день окончилась история польского кинематографа морального беспокойства. Свой следующий фильм Анджею Вайде пришлось снимать уже во Франции. Но работы польских режиссеров того времени оставили очень глубокий след в польском обществе. День, когда в Польше ввели военное положение, оказался той самой темной ночью перед рассветом. Посеянные семена все равно проросли. И уже в следующее десятилетие Польша вошла свободным, демократическим государством. Вот такие две истории сегодня про то, как с помощью искусства можно повлиять на жизнь вокруг себя. Конечно, хороший фильм, равно как и живописная картина, музыка, стих, рассказ или пост в личном блоге не исправляет всех проблем в один миг. Но след в умах людей они непременно оставят. До завтра!